Очень хорошо. И в соседнем палате лежал парень, которому 24 года в прединсультном состоянии. Вы представляете, я была поражена, конечно же. У него еще не было понимания даже того, что происходит с ним, почему ему запрещают даже вставать, ему прописывали только исключительно постельный режим для того, чтобы восстановиться. Но вот смотрите, 24 года в прединсультном состоянии. Это ужасно на самом деле. Ну и, конечно же, еще одна составляющая – это углеводы. Углеводы, которые дают нам энергию. Углеводы должны обязательно присутствовать в нашем рационе питания. И если кто-то садится на диету и скучает углеводы полностью, это тоже категорично плохо, потому что не будет апатия, будет просто состояние, когда ничего не хочется делать. И потому что нет энергии. Это энергия. Энергию, конечно, мы получаем и от жиров, но это в меньшем количестве, но большая часть – это, конечно же, углеводы. И опять же, энергия, то есть есть углеводы быстрые, есть медленные углеводы. И если говорить, вот смотрите, есть бег, спринтерский бег и просто бег. В чем заключается спринтерский бег? Мы выложились за какой-то короткий промежуток времени, и все, силы нас покинули. Просто бег равномерный, естественно, мы можем бежать дольше. Вот быстрые углеводы – это спринтерский бег. Рванули – все, силы нас покинули. Медленные углеводы – мы нормально просто бежим в каком-то таком умеренном темпе, и энергии нам хватает на длительный промежуток времени. Так вот, когда мы в нашем питании используем быстрые углеводы, это все, что белое, это белый хлеб, белый рис, сахар. Это то, что дает нам энергию очень быстро, но опять же, эта энергия пропадает так же быстро, как она и появилась. И что происходит? Вот выброс инсулина, да, кровь, все там химические эти процессы прошли. Вспоминайте на работе, да, я вот вспоминаю себя тоже, такое состояние было зачастую. Я его тогда раньше не понимала, сейчас, естественно, понимаю. Предположим, где-то уже обеденное время, или там предобеденное, когда хочется выпить чашечку кофе, чая, там, еще нибудь сладеньким. Выпиваешь, проходит полчаса, вроде бы нормально, все может работать, все классно, здорово. Проходит полчаса, сидишь, все, блин, ну все, засыпаешь, уже, кажется, сейчас бы пошел, куда-то там прилег, поспал бы. То есть энергии вообще нет, да, или перекус, даже, ну тут же обед какой-то там, брали собочки, я помню, или что-то там, ходили в магазин покупали, или ходили куда-то обедали. Но опять же, большая часть это были углеводы, углеводная пища, углеводные перекусы и состояние, да, хочется поспать. Поэтому, когда вот быстрые углеводы, очень быстро энергию дали нам организм, ну и так же быстренько эта энергия у нас и пропала. И вот смотрите, очень классная табличка такая, чувство голода, у вас появляется чувство голода. Если вы выбираете, вот сами пробежитесь, просто сейчас глазами, что происходит, если вы выбираете быстрые углеводы, и что происходит, если вы выбираете медленные, сложные углеводы, да, ну вот сложные, это медленные углеводы. То есть или набор веса, или снижение веса, ну опять же, или болезни, или нормальное состояние здоровья. И если брать вот все в целом, наше питание, да, оно должно вот есть, такая пирамида питания, я думаю, что вы с ней когда-то сталкивались, видели, в самом случае, картинки 100% видели. То есть правильная такая пирамида, которая должна, вот ваше ежедневное питание, когда оно включает в себя, согласно вот этой пирамиде, то процентное соотношение тех продуктов, которые здесь представлены, которые здесь показаны, все нормально, все хорошо. Но если брать фактически ту пирамиду питания, которая существует у людей на сегодняшний день, вот смотрите, в таком виде она представлена. То есть она неровная, это такой какой-то творческий хаос, да, строителей. Вот мы такие творческие строители, то есть мы создаем неправильные пирамиды, неправильные пирамиды в питании и, соответственно, получаем дисбаланс в соотношении и получаем дисбаланс в нашем состоянии здоровья. Ну и я сейчас сказала о белках, жирах, углеводах, конечно же, очень важно, чтобы в вашем рационе присутствовала клетчатка, это волокна, да, это в овощах, это в фруктах, это какие-то клетчатки, которые, то есть в растительных каких-то продуктах, да, пророщенные, может быть, пшеница, шляпные цвета, вот оттуда идет клетчатка. Конечно же, должны быть витамины, минералы, и должна обязательно присутствовать вода. Об этом сейчас будем разбираться уже, когда буду говорить непосредственно о нашей продукции, но еще одно из заключений семейной организации здравоохранения, да, обратите внимание, что если ничего не менять, то какие заболевания, конечно же, постигнут большую часть населения планеты. И все это вместе взятое, естественно, если говорить о самом питании, конечно же, сейчас наговорила вам, что, возможно, каких-то страшилок, но на самом деле это жизнь, это так и есть, и кто-то со мной может согласиться, кто-то не согласится, но это жизнь, это жизнь большего числа, большинства людей, и такие привычки, и такое питание присутствует у многих. И я не говорю о тех, потому что я знаю, что есть люди, которые заботятся о здоровье, я знаю, что есть люди, которые изначально отслеживают свое питание, корректируют это, это происходит когда, когда, что нужно делать. И вот понимание именно правильного питания, конечно же, привело создателей продукции вылог к той продукции, которой мы с вами имеем право пользоваться, имеем удовольствие, конечно же, пользоваться. Ну и сейчас я хочу просто пару слов сказать о том человеке, который являлся, так скажем, родоначальником создания всей категории вылог, которая появилась в нашей компании, но сразу скажу, что это не продукция, созданная когда-то специально по желанию самой компании. Исторически так сложилось, что наши основатели познакомились с профессором Сигом Сценом, и уже на тот момент, когда они познакомились, у Сига Сцена было потрясающего продукта. В продуктах, которые он создавал для своих больных. Это человек, который является действующим, кардиофирургом, трансплантологом, человек, который занимается сложнейшим операциям по пересадке сердца и легких, и причем действующий, да, самое главное здесь слово действующий, и именно он, человек, который всю жизнь занимался правильным питанием, с вопросами именно соблюдения правильного питания, вопросами улучшения питания людей, в первую очередь, конечно же, в Швеции. И человек, который понимал, что даже операция и подготовка к операции, и исход операции зависит от того, как человек питается. И на основании вот всех-всех своих исследований он понял, что человеку нужно правильно подготовить к операции, и затем правильно восстановить после операции. Именно для этого он создал коктейль. Коктейль, который сейчас мы с вами знаем, как коктейль Нейшер была с различными вкусами. На тот момент он не... Этот коктейль он не имел вкуса практически, да, и как даже нам рассказывают, что по большому счету не совсем такой он вкусный был. И потом это была уже доработка вкусовых качеств этого продукта, которое ни в коем мере не повлияло на его состав и на его свойства. Но на это ушло где-то, если не ошибаюсь, 4 года на доработку. Этот коктейль был создан для того, чтобы подготовить организм к сложнейшей операции, и затем этот организм восстановить. Потому что очень великий процент смертности был после операции, когда органы были совместимы, но не приживались, потому что не хватало строительного материала, не хватало белка. То есть не выдерживал организм, потому что не было вот этих кирпичиков, с которого все выстраивалось, и все дальше продолжало работать правильно. И, соответственно, все это переросло. Кому интересно, можно почитать, можно послушать, обратитесь вот к нам индивидуально, где-то попросите. Сейчас так мы расскажем, потому что очень интересная история на самом деле возникновения вот этой категории продуктов в нашей компании уже потом, когда, естественно, по желанию наших основателей, Роберта и Йона Сахьопников, которые тоже пропагандировали всегда здоровый образ жизни, и поисторически в компании были уже какие-то продукты, которые относились к здоровому образу жизни, но как-то вот не то было на тот момент, наверное, не прижились эти продукты. Сейчас это продукты, которые являются бестселлерами, потому что огромная доля продаж относится... Ну, пару фактов, да, почему уникален действительно самородок, вот пишет Наташа, человек как фиксер, это человек, который создал очень много запатентованных, у него очень много своих запатентованных разработок, это и инструмент для механической компрессии сердца, для людей тучных, да, для людей, у которых избыточная масса тела, для того, чтобы запустить сердце заново. Это, конечно же, и... Сейчас перелесну следующий слайд, там тоже будет показано. Это и раствор, в котором хранятся органы, которые могут храниться не 12 часов, как раньше, а до 48 часов можно сохранить донорский орган и перевозить его, соответственно, таким образом можно спасти огромное количество людей. Это такая переносная, перевозная операционная, которую можно использовать в экстренных ситуациях, которыми МЧС в этих стран оборудован. И, конечно же, уже запатентован вот это вот патенты, которые имеют, продукты, которые имеют патенты, именно разработанные с Тигом Сценов. Ну и, конечно же, и Гелеса, где нам посчастливилось быть. Вот такой вот огромной командой мы были на обучении, на обучении целой команды, можно считать, Тига Сценов. Наши все, ну даже не все, я бы сказала, самые основные стандарты и качества, которые относятся к категории продуктов Велл. Самый главный из них GMP. Давайте я не буду про него рассказывать, но, кому интересно, просто забейте в гугле, да, GMP стандарт. GMP – это самый высокий стандарт качества, причем у нас по стандарту GMP, вот бывает такое, что упаковка стандарта GMP, да, у нас полностью вся продукта стандарта выше этого стандарта не существует в мире вообще. Выше нету, да, там самый стандарт, самый четкий стандарт. Наши продукты рекомендуют очень многие и российские ученые, и, вернее, российские медики, и украинские, и белорусские, конечно же, на сегодняшний день. И костейль Nature Balance, да, именно с этого продукта начиналась вся история серии Wellness. Что на сегодняшний день собой он представляет? Это здоровый, правильный перекус или здоровый, полноценный, может быть, завтрак, обед или ужин. Каждый сам выбирает, для чего будет использовать данный продукт. Ну, наверное, самое классное, это самый классный перекус, когда нужно перекусить, когда, причем, перекусить можно правильно, грамотно, вкусно, полезно, и наш организм, нужные ему компоненты, потому что здесь есть витамины, есть минералы, есть клетчатка, есть даже омега-3. Здесь идет сбалансированное сочетание белков, жиров, углеводов. Заметьте, это не просто белковый костейль. И здесь составляющая, в частности, я тоже в последнее время очень часто изучала вопрос сравнения нашего продукта, коктейля Wellness со спортивным питанием. Вот очень многие спортсмены используют именно спортивное питание, тоже там белковые коктейли. Вот кому интересно, потому что, здесь все 100% натуральное. И, конечно же, то, что очень быстро получаем мы белок. Помните про часы? Так вот, здесь 24 минуты, 24 минуты проходят с того момента, как вы выпили коктейль, и как вот этот белок уже кирпичиком встроился в нужном месте в вашем организме. И, как говорил StickStand, для того, чтобы вы, если вы хотите восстановить полную, как бы белковая составляющая вашего организма, она была полноценной, пропейте коктейль раз в день на протяжении трех месяцев. Вы таким образом обновите свой организм полностью по белковой составляющей. То есть, белка будет достаточно. Но это не значит, что три месяца пропили, и все. То есть, три месяца дается на восстановление. Если вы хотите, чтобы дальше ваш организм в полной мере получал количество белка, это нужно или сесть, просчитать полностью, вообще, вот полностью весь свой рацион питания, и вы считаете, сколько белка должно поступать, и чтобы правильного белка, и чтобы при этом ничего лишнего не поступало, ну, неправильного, так скажем, да, с этими белками. Или же просто-напросто, если вы пьете коктейль, то вы будете уверены в том, что ваш организм получает в нужном количестве, вот одна порция белка в день, это гарантия того, что ваши клетки всегда будут здоровыми, ваши клетки всегда будут качественными, они будут свободными от шлаков, они будут свободными в перемещении, да, они будут создавать новый здоровый организм в целом. Поэтому, конечно же, обращайте на это внимание, Наташа много еще рассказала, прости, не буду читать, гликемический индекс, очень низкий гликемический индекс, о чем это говорит, помните, я говорила про скачки, так вот, гликемический индекс, это когда скачки невысокие, когда энергия идет потихонечку, то есть вы выпили коктейль, вот что происходит, когда гликемический, низкий гликемический индекс, вы коктейльчик выпили, и у вас вот эти вот все составляющие, именно, которые дают энергию, они работают очень медленно, медленные углеводы, которые дают медленно вам энергию, но более длительный промежуток времени. И, конечно же, продукт можно использовать для коррекции веса, или для набора веса, потому что существует для огромного количества людей сейчас тоже проблема дефицита массы тела, или же наоборот, для снижения веса, и если вы хотите снизить вес, вы пьете за 30 минут до еды, если вы хотите увеличить массу тела, то, конечно же, пьете после еды, принимаете порцию коктейля Велла, ну и, конечно же, кто рекомендует, почему тоже я люблю, я люблю за вкус, я люблю за качество, я люблю за ту энергию, которую дает Ольга Николаевна Григориан, это человек, который проводил независимые клинические исследования наших продуктов, в частности, коктейли ПЭКИ, и на сегодняшний день, конечно же, с ее подачей Российская Академия Медицинских Наук рекомендует данный продукт для использования в коррекции веса для больных людей, поэтому, конечно же, обращайте внимание, то есть, вот сравнительная еще характеристика по именно аналогичным продуктам, тоже обратите внимание, есть такая табличка, есть, конечно же, продукты, белковые продукты, это горячие, то есть, коктейль мы делаем всегда на холодных, или воде, или молочных продуктов, можно на соке делать, но без сахара, в частности, очень вкусно, ванильный коктейль на яблочном соке, без сахара, очень вкусно, и есть супы, это теплый перекус, это теплая еда, это теплые, горячие супы, которые тоже являются 100% натуральными, в частности, если вы 100% вегетарианец, естественно, вы откажетесь от коктейля, потому что там есть яичный белок, ну, как бы, животного происхождения, вот эти супы, они являются 100% вегетарианским продуктом, и, соответственно, при этом, продукт, который, вот в чем уникальность наших супов, если вы вегетарианцы, очень сложно восполнить рацион питания по всем белкам, потому что белки, они тоже там делятся на какие-то градации, сейчас не вспомню, не буду вспоминать, времени мало, если берете в рацион питания наши супы, Сиксен разработал супы таким образом, что вы получаете 100% белок, 100% необходимость, в полном своем составе, для того, чтобы ваш организм правильно работал. Ну, что, как говорят, если вы, вегетарианцы, даже, ну, запрещать вегетарианцам детей делать 100% вегетарианцам, пока они растут, чтобы они получали белок, белок именно животного происхождения детьми должен получаться, для того, чтобы, ну, не было проблем с ростом, с развитием, с становлением их организма, вот этот суп, он является 100% правильным именно по белковой составляющей, поэтому тоже обращайте внимание, очень вкусно, очень полезно, горяченькое, когда нужно именно перекусить. Витамины, конечно же, то, что является залогом тоже нашего, правильного строения нашего организма, функционирования нашего организма, и посмотрите, на что влияет, на что влияет недостаток, нехватка, или наоборот, полное получение витаминов этой иммунной системы, и сердечно-сосудистой деятельности, вепрошивые, везде нашего организма должны присутствовать витамины и минералы, потому что они отвечают за наше с вами здоровье. Средка будет больной, если она не получит, опять же, витамины и минералы. И на сегодняшний день, естественно, потребность в килокалориях у нас снизилась, потому что у нас меньше стало нагрузки физической, и таким образом калорийность пищи, она должна быть меньше, но при этом потребность в витаминах она абсолютно не снизилась. Даже снизилось количество витаминов в тех продуктах, которые мы, так скажем, взращиваем, да, сельхоз продукции, естественно, снизилась. И вот посмотрите, да, в килокалориях уменьшилась потребность, а витамины все равно естественно. Но мы-то с вами не поменялись, наши организмы-то по-большому, каким было строение организма человека 200-300 лет назад, точно таким же является на сегодняшний день потребность в витаминах она ушла. Если раньше именно с большим объемом пищи человек потреблял витамины, плюс ко всему экология и многие-многие факторы сказывались на ухудшении состояния продуктов, то на сегодняшний день сказывается, откуда можно брать витамины. Опять же, из тех же овощей, продуктов питания. Можно обратиться к синтетическим витаминам, это всегда обратить внимание не красные, розовые, зеленые в оболочках, желейные, жевательные, абсолютно такие вот всевозможно разные. Или же, конечно, обратить внимание на наши wellness-пэй, в частности витамины. Вот еще один слайд, который показывает, сколько витаминов витаминов сколько, ну так скажем, тарелка, какая еда должна была быть раньше для того, чтобы восполнить организм необходимой составляющей по витаминам и на сегодняшний день. И если говорить о витаминах, именно тех, как мы должны, откуда, захотите, сделайте слайд, откуда, какие витамины можно взять, выбрать того, чтобы восполнить по рациону питания по всем витаминам. Витамины синтетические, вот таким вот образом они выглядят, их нельзя принимать круглогодично, их можно принимать курсами, потому что в синтетических витаминах, во-первых, они искусственно созданы, и вы не получаете в полной мере те витамины, которые нужны, по химическим именно составляющим, но самое важное, то, что с синтетикой вы всегда получаете очень много искусственных добавок, которые имеют свойство накапливаться нашим организмом и их нужно выводить, то есть вы пьете по курсам. Что такое курсовой прием витаминов, когда вам прописывают синтетические витамины? Если вы пьете натуральные витамины, это то же самое, что вы можете три месяца есть, а потом три месяца не есть, вы сделали перерыв, да, то есть, ну, есть прямое синтетическое употреблять пищу. Натуральные витамины это еда, это просто-напросто еда, то есть от них вы можете отказаться или вы можете использовать абсолютно постоянно. Пэки. Пэки, что входит в состав именно Пэков? Это витамины и минералы. Давайте так, я не буду уже очень подробно восстанавливать из составляющих, но я думаю, что вы знаете, что есть жирорастворимые, водорастворимые витамины и ой, все, перескочила, перескочила, хотела быстрее, ладно, потому что время поджимает. Я думаю, Денис Алексеевич, если 5 минут заберу, вы на меня строго не обидитесь. Итак, водорастворимые, жирорастворимые, витамины и очень важный пункт, это именно вода. Вода, которую тоже нужно потреблять, это 30 грамм на килограмм веса, обязательно просчитайте, потому что если недостаточно воды, она забирается, то откуда вы видите, она забирается, плюс ко всему вода, это является то, чем доносятся витамины именно до ваших клеток. Если воды недостаточно, даже натуральные витамины, они пройдут транзитом, вы пропустите просто сквозь себя энную стоимость этих витаминов и не получите абсолютно никакого результата. Поэтому когда мне говорят, что пропила я, пропила я там даже 3 месяца ваши витамины, нет никакого результата. Самое первое, на что, к чему я обращаю, по воде, конечно же, по воде и по приему, потому что витамины лучше всего принимать утром, в крайнем случае это после, это в обед, ну вот лучше всего они усваиваются именно в первой половине дня, когда вы принимаете и принимаете или во время еды, или сразу после еды запивая стаканом воды в течение дня, чтобы у вас действительно вот этот водный баланс он соблюдался. Омега-3. Когда-то была программа по рыбьему жиру, я думаю, что кто-то может быть вспомнить, кто-то просто может быть слышал. Очень крутая была на самом деле программа, потому что отвечала за здоровье в первую очередь детей, потому что вводилась именно в детских садах и в школах, кормили рыбим жиром, правильно делали, единственное, какого качества было того рыбьего жира, потому что рыбий жир не является залогом того, что в нем очень много составляющей омега-3, потому что важна именно омега-3. И на что влияет? На мозг, на нервную систему, на сердечно-сосудистую деятельность, на волосы, на кожу, на все процессы. Потому что омега-3 нужна для клеток, омега-3 нужна для клеток, это мембрана, клетка, из которой состоит, из чего состоит мембрана ваших клеток? Из омега-3 или же из жирных кислот, но только то, что идет именно в жирах, ну, которые не нужны в жирах, да, не нужны в жирах. И, смотрите, если омега-3 в вашем организме достаточно, у вас никогда не будет проблемы в появлении вот этих вот бляшек, потому что омега-3 делает сосуды эластичными, и на них просто-напросто не может налипнуть ничего того, что будет являться причиной появления вот этих вот закупорок, вот этих вот наростов таких жировых именно. Поэтому на это обращайте внимание, конечно же, астоксантин, еще один продукт, который аминав, очень сильный антиоксидант, самый сильный антиоксидант в мире, который защищает мембрану клетки, вот смотрите, вот эта вот мембрана, это вот именно мембрана показана, кстати, вот она должна состоять из-за мембрана. И, соответственно, как защищает любой антиоксидант? Он защищает сверху, он как бы клеточку берет в защиту, то есть окружает ее со всех сторон. Что делает, и в таком случае, вот когда вот эта вот защита, она есть, все вирусы, все, что хочет попасть в эту клетку, пробить, нарушить, защитить, чтобы там появилось какое-то вирусное заболевание, или же, ну, то есть, произошло какой-то заболевание, дефект этой клетки, антиоксидант защищает, то есть, если антиоксидант достаточно, каждый из них защищает вашу клетку. Астоксантин каким образом он защищает? Он защищает мембрану снаружи, изнутри само ядро клетки он тоже защищает, поэтому идет такая двойная не пробивается, поэтому астоксантин, конечно же, это то, что должно поступать в нашей организм для профилактики именно каких-то заболеваний, для очень классной, вот, называются шведский бьюти-комплекс, то есть, красивый комплекс, для красоты комплекс, и не зря именно Мадонна в своем роде всегда использует астоксантин, но она получает его именно большей частью из пищи, естественно, это больше, опять же, большей частью это красная рыба, которая, вот, красная рыба, это как раз-таки рыба, которые, уже есть астоксантин, да, она напитана вот этим астоксантином, и вот, обратите внимание, просто ровесницы, Мадонна, которая следит за своим правильным питанием, и в ее рационе есть астоксантин, и Алипсина Бегишева, это участница, уже забыла, на Евровидении, короче, участвовали, да, бабушки наши, и ПЭК, ПЭК, опять еще раз, входит в состав витамины, минералы, омега-3 и астоксантин, отличается женственность, мужской, минералы, потому что есть мужские минералы, есть женские, еще пару просто слов, буквально о 10, не могу об этом не сказать, потому что я сама мама, мама двух замечательных сыновей, и если говорить о детках, вот здесь вот просто зачитаю, да, главные внештатные гастроэнтерологи, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, о чем говорит, глобальная проблема в том, что в Беларуси элементарно-зависимых заболеваний, и это ОРВИИ, все, и же с ним, существует ожирение детей, сахарное развитие, сахарного диабета, метаболического синдрома, болезни, которые, в основе которых лежит пищевой фактор, и на вот этот вот фактор не будет влиять школа, не будет влиять сад, потому что там есть какие-то системы, там есть какие-то стандарты, там есть питание, которое очень сложно регулировать, а вот повлиять и изменить можем только мы с вами родители. И, конечно же, в этом нам очень витаминные минералы, которые, кстати, в создании этого продукта сыграли очень вещества, тоже обязательно почитайте, запишите вот его имя, фамилию, почитайте, кто это такой, очень известный человек в Европе, в Швеции в частности. Я могу сказать, если касается витаминов детских, то это действительно чемпион среди всех витаминов, потому что была проведена характеристика всех витаминов, которые продаются в аптеках, но это было для России, но в Беларуси и России в принципе то же самое. Смотрите, сколько витаминов, минералов, там высокое содержание, нету красителей, подсластитель натуральный, ароматизатор тоже киного масла, то есть действительно это витамины-чемпионы на рынке. Если говорить о очень вкусные, очень классные, классные, очень их любят дети. Конечно же, детская омега есть, капсулированная омега, но я знаю, что детскую омегу, ну я в частности тоже пью в большей части жидкую омегу, даже если пью пэк, я все равно допиваю немножко еще и детская омега. Это увеличивает именно потребление моим организмом самой омегой. И если говорить о омегу-3, ребенку ее нужно гораздо больше, потому что организм растет, организм очень много, вот кстати, сейчас поставьте просто троечки, все, кто своим деткам дает, я знаю, что здесь очень много молодых мам, все те, кто дает своим деткам нашу волную продукцию, омега-3, витамины, вот кто, кто дает своим деткам, деткам просто поставьте троечки, давайте посмотрим, как нас много, я тоже вместе с вами, потому что есть и тот, и другой продукт. Думаю, что уже прочитали вот этот слайд, зачем нужна омега-3 именно детям, очень важен быть в рационе питания и в частности очень важный продукт, который должен быть в рационе питания беременных, в частности в рационе питания уже будущих мам на третьем, как-то, эти три места в беременности. Я скажу по тебе, я омега-3, когда вот у меня двое детей, абсолютно разное их развитие и внутриутробное, и затем развитие уже и по здоровью после рождения, со стопа всего перенесли, была сложная беременность, сложные роды были, очень много всего сложного, короче, была карточка огромная, но что больше всего радует, у нас, вот, можно считать, где-то с 4 лет, и это вот такая вот карточка за все остальные годы, а ему сейчас 10. Именно с 4 лет он стал принимать сначала просто омегу в капсулах, даже тогда еще из России мы привозили, и на сегодняшний день и витамины, и омегу он пьет, и состояние даже кардинально улучшилось. Если говорить про младшего ребенка, я как только узнала, что я беременна, я сразу же увеличила дозировку омега-3, в течение беременности я пила wellness pack, я пила наши коктейли, очень круто, очень классно помогала, и в частности, когда был очень сильнейший токсикоз, у меня был месяц, я за этот месяц поняла, боже мой, я так переживала, вернее, не переживала, так жалко мне было тех будущих мам, которые в этом состоянии находятся длительный, более длительный промежуток времени, именно в период токсикоза меня спасали коктейли наши, я пила только на воде, пила ванильный, практически есть мне не хотелось, я не могла, и когда я сдавала анализы, я могу сказать, что этот период токсикоза никак не отразился на состоянии здоровья моей беременности, на моем состоянии, на протекании беременности, потому что, ну, пищи не поступало, но зато был коктейль, спасительный коктейль, и буквально совсем чуть-чуть какой-то, я уже даже не помню, но что-то я минимально что-то могла я есть, но я могу сказать, ни молочные, ни мясные продукты я вообще не могла есть в этот период. И вот то, хоть чуть-чуть своей историей просто с вами, потому что для меня, как для мамы, очень важно давать эту информацию. Ну, и что такое Wellness в итоге продукты? Это профилактика, это как зонтик просто во время дождя, который нужно, нужно, чтобы он с вами всегда был, и пару фактов по нашим продуктам, то, что премия здорового питания именно в прошлый год, 15-й год и 16-й год, как раз-таки получена нашей категории продуктов, это независимый конкурс, который проводится в России, и это, конечно же, дорогого стоит. Ну, и просто пролистаю слайды те люди, которые используют нашу продукцию, которые рекомендуют нашу продукцию. Евгений Плющенко, Ирина Слудская, Карина Возняцкий, кто у нас здесь дальше, не вижу, Лилия Подкопаева, пару фотографий по использованию нашей продукции, это Татьяна Кургутлова, это, видите, это не фотошоп, это реалии, абсолютно реалии, которые может доказать и показать абсолютно любой человек, именно такое количество КГ можно сбросить. Ольга Сташкевич, менеджер нашей команды, девушка, которая не просто сбросила лишний вес, но удерживает, абсолютно спокойно удерживает этот вес, потому что, как говорят, сбросил вес, потом его заново набрал. Рига Динамо, футбольный клуб, тоже использует наши продукции, сборная Швеции постоянно пьет наш wellness pack. Кстати, наша продукция одобрена антидопинговой компанией, не является допингом для спортсменов. Ну вот, Сергей Рудник, тоже его фотографии, и, наверное, самая важная фотография, это королева Швеции Тиле, которая знакома тоже нашей продукции, которая очень любит коктейль с кубничным вкусом, и если кто-то может сказать, ага, ну вот там кому-то заплатили, они прорекламировали наш продукт, то я думаю, именно вот королевская семья, королева Сильвия, она не является в каком-то пиаре, она не является в какой-то, не заинтересована в каком-то, в какой-то рекламе, в саморекламе, то есть она просто говорит о том, что ей действительно нравится, ей нравится наш коктейль с кубничным вкусом, ну и по оформлению подписки, последний слайд, хочу просто показать по стоимости, сколько же стоит наша продукция, если вы в частности оформляете для себя подписку, когда вы покупаете три продукта подряд, четвертый вам ведет в подарок за 50 копеек, копеек считаю подарком, если говорить, смотрите, детские витамины по подписке 7 копеек в день, дорогие мамы, 7 и 9 копеек в день, какая это цена, какая же это стоимость, это меньше шоколадки, это меньше какой-то фигни, которую мы часто покупаем, дети может быть, и соответственно, этот залог здоровья и сейчас, и на будущее, поэтому делайте выбор в пользу, конечно же, здоровья, если говорить о пеках, если говорить о коктейлях, тоже посмотрите, робот 94, стоимость пакетика, стоимость пакетика здоровья, стоимость вашего дневного здоровья стоит рубль 94, стоимость вашего правильного завтрака, перекуса, обеда, ужина может составлять всего лишь 2 рубля, хотите похудеть, пейте на ночь коктейль и не ешьте то, что лежит в холодильнике. У меня все, я прошу прощения, что отняла 10 минут времени у Дениса, но я надеюсь, я была для вас сегодня полезна, я надеюсь, что кто-то из вас, кто слышал эту информацию впервые, может думается о своем питании, о своем здоровье, о том, какие продукты использовать, о том, как все-таки сохранить, а не лечить свое здоровье, и если вы хотите что-то восстановить в состоянии своего здоровья, вы знаете, на что нужно влиять, влиять нужно на клетки, не лечить органы, а влиять на клетки, и если вам болит голова, это не значит, что в голове нужен цитрамон, может быть, на самом деле просто не хватает каких-то минералов, если вам болит сердце, это не значит, что нужно тоже какое-то лекарство, может быть, просто не хватает каких-то витаминов. На этом у меня все, будьте здоровы, я вам желаю успехов, но не отключайтесь, потому что у нас сейчас более важная информация, наверное, тоже очень важная информация, которая касается дохода, которая касается как раз таки, вот кто-то из вас, может быть, сейчас посмотрел, послушал, посмотрел стоимость продукции и задался вопросом, да, хочу для себя купить, но недостаточно денег, у меня только детское пособие, а я очень хочу покупать своим детям правильное питание и сама получать такие правильные продукты. Так вот, сейчас будет информация о нашем проекте, онлайн-проекте, который позволяет зарабатывать, зарабатывать на ваши мечты, на ваши желания, позволяет изменить свою жизнь именно в то русло, то, о чем вы мечтаете, создать такую жизнь, о которой вы мечтаете. И сейчас о деньгах и о сути проекта расскажет для вас, да, что это очень важно, очень ценную информацию, человек, который является одним из основателей проекта бизнес-систентр, это деньгами.